Всем привет, с вами UwebDesign, меня зовут Александр Гончаров, с вами рубрика Hands-On. И у нас сегодня в руках флешка, USB флешка, да, такое еще бывает. Причем USB-A флешка, то есть не в фотоаппарат куда-то, а просто USB флешка. Фирма Samsung называется USB Bar Plus. 300 мегабит в секунду, как вы видите, здесь скорость, стандарт USB 3.1. И вот конкретно эта модель на 128 гигабайт. Вы, наверное, спросите, зачем вообще в 2019 году покупать флешки? Я вам объясню, конкретно вот эта флешка куплена для телевизора моего батя. Миша, для телевизора моего батя она куплена. Почему? Потому что телевизор хороший. Мы с Никитой в при-шоу к одному из выпусков нашего подкаста обсуждали покупку нового телевизора, рассуждали о том, на что стоит обратить внимание и так далее. Одна из функций того телевизора, который у батя, это 120 герц. То есть частота вертикального обновления экрана реально 120 герц. Не 60, как у всех обычных жидкокристаллических панелей, а 120. Понятно, что есть всякие топовые игровые мониторы, у которых 144 и 165 герц частота обновления. Но если мы говорим о потребительском телевизоре за вменяемые деньги, а не за 100 тысяч миллионов, то в общем и в целом 120 герц это вообще топ. То есть это в два раза больше, чем 60. Проблема в чем? Проблема в том, что когда мы говорим об источнике какой-то информации, будь то Blu-ray проигрыватель с классными какими-то фильмами, с отличным битрейтом, типа там 50 мегабит в секунду и так далее, они подключаются по HDMI. Либо это там 4K консоль, типа там Sony PlayStation Pro или Xbox One X. Они все подключаются по HDMI. Но это и понятно, в телевизоре кроме HDMI нет особо входов, там нет дисплей-порта, например. Потому что забегая вперед, геймерские мониторы, у которых частота 165 герц, они подключаются по дисплей-порту, и дисплей-порт нормально везет 4K в 144 герца или 2K в... Ну, то есть 2560 на 1440 в 165 герц. В телевизоре нет дисплея-порта, соответственно, мы не можем подключить никакой источник и смотреть 120 герц, потому что стандарт HDMI 2.0 ограничен, даже 2.0-B3 там какой-то... Ну, короче, последняя ревизия ограничен 60 герцами для 4K. Соответственно, мы не можем посмотреть Blu-ray в 4K 120 герц. На помощь приходит несколько вариантов. Первый – это встроенный смарт-ТВ, который может по DLNA стандарту с компьютера стримить фильм, который лежит в 4K в хорошем качестве. И здесь он будет показывать его в 120 герцах, потому что раскодирование происходит на чипе самого телевизора. То есть декодирование не происходит где-то на Blu-ray или на приставке, оно происходит в самом телевизоре, поэтому вы видите 120 герц. И у Бати нет компьютера, чтобы стримить по DLNA, поэтому на выручку приходит флешка, потому что флешка, которая воткнута в USB-порт телевизора, тоже будет, соответственно, декодироваться на чипе телевизора и будет давать 120-герцовую красивую картинку. В среднем Blu-rayный фильм весит BD-remux около 50 гигабайт, если только не надо скачать сразу два фильма. Вот именно для того, чтобы скачать сразу два фильма, я взял на 128 гигабайт флешку, сюда войдет сразу два. Так вот, почему Samsung? Во-первых, вся топовая память, будь то SSD-шки, я имею в виду ритейл SSD-шки для компьютеров или SSD-шки для макбуков даже, они самсунговские. То есть и Samsung делает реально классные чипы памяти для хранилищ. Ну и для флешек тоже подошел. Я не знаю, какой здесь контроллер у этой флешки. На чип памяти в Samsung, наверное, самсунговский. Может быть и контроллер их тоже какой-нибудь проприетарный, который круто работает. Потому что у меня и в ноутбуке, а у меня еще тот макбук, где можно было менять SSD-шку, и в ноутбуке, и в компьютере самсунговские SSD-шки тоже. Соответственно, самсунговские контроллеры, они, блин, они быстрые, классные, стабильные. С ними вообще нет никаких проблем. А эта флешка металлическая, то есть она из реального металла. Цвет Titan Grey здесь видно. Вот. И тут у нее, вы можете видеть, во-первых, есть... Тут ни слова на русском, то есть это не то, что специально там импорт для России. Здесь есть английский, какой-то корейский, японский, еще какие-то языки. Я даже не знаю, что это за языки. На русском наклеен вот такой стикер, как на импортных товарах. Здесь написано, что она waterproof. Видимо, можно в воду кидать. Ну, вообще нарисован зонтичек, то есть, наверное, брызгать можно, но прям погружать на 5 метров в воду не стоит. Shockproof. То есть, если вы ее роняете, поскольку она металлическая, то сильно плохо не будет. Magnetproof. Можно размагничивать ее, информация не потеряется. Также есть temperature-proof и x-ray-proof. Я недавно был у клиентов в стоматологии, и там, ну, я менял ноутбук, продавал, и нужно было подключить к этому ноутбуку рентгенаппарат. Я, то, как работает рентгенаппарат, я не стал делать себе рентген, облучаться, зачем мне это надо. Я свою флешку просто туда положил, на рентгенаппарат просветил ее, и прикольно. Я вот не знаю, здесь что будет, может она не просветится, потому что x-ray-proof. Вообще, по идее, рентгеновские лучи нисколько не влияют на память, то есть, информация не должна стереться. Вот. Что интересно означает здесь, x-ray-proof, хрен его знает, но что-то, видимо, означает. Короче говоря, для тех, кто не знал, написано USB-некопитель, это устройство, предназначенное для записи, чтения и хранения данных. И конкретно это куплено для того, чтобы на телевизоре BD-ремуксные фильмы смотреть. Ну, или даже сезон какого-то сериала записать, если это Full HD, тоже он будет в 60 FPS нормально показывать. Целый сезон, наверное, войдет на 128 гигабайт вполне. То есть, там, какой-нибудь сезон лучше звоните Solo, вот четвертый у меня скачан, он там, типа, тоже 50 гигабайт занимает. То есть, в общем и в целом, это будет прям нормальная рабочая лошадка для бати, для того, чтобы потреблять качественный контент. Вот. Ну, давайте я ее распакую. Тут надо, тут нарисовано, что нужно ее разрезать ножничками. Я сейчас это сделаю за кадром и вернусь к вам, покажу, как флешка бликует на свету, там, насколько она вообще большая. Скажу, удобная она в руках или нет, а потом уже посмотрим какие-то бенчмарки на компьютере, посмотрим, какую скорость она выдает, насколько она ее стабильно выдает, там, и так далее. Вот так выглядит в распакованном варианте. Здесь классический голубой, голубой-синий порт, внутри контакты. Причем контакты, я не знаю, здесь будет видно или нет. Короче, ну, они оголенные. То есть, действительно, как-то в воду ее засовывать точно не стоит. Здесь сзади написано 128 гигабайт USB 3.1, спереди написано Samsung. Есть классическое вот это вот кольцо, сквозь которое можно продеть какую-то либо веревочку, либо, ну, как-то по-другому ее прицепить куда-то на брелок, на ключи, я не знаю, куда-нибудь зацепить за петлю на джинсах. Ну, в общем, чтобы не потерять. Или на шею повешать по старикам, как старики раньше в телефоны, ой, я, наверное, по микрофону дарю, как старики раньше телефоны вешали на вот эту вот веревочку, чтобы не потерять. Так вот, флешка, чтобы вы понимали, она очень приятная на ощупь. То есть, правда, вот как на GoPro, вот это прикольная прорезиненная поверхность, вот здесь матовая хорошая покраска металла, такая, типа, порошковая краска или как-то так, вот. И она на самом деле достаточно тяжеленькая. То есть, она при своих микроскопических размерах она весит, ну, слушайте, грамм, наверное, 60-70-80, то есть, прям она ощущается в руках. Это круто. Ее сложно выронить, особенно учитывая то, какая у меня до этого была флешка. Вот такая у меня до этого была флешка. флешка SunDisk. Она на 16 гигабайт, просто рабочая лошадка для того, чтобы там перекинуть какую-то информацию по-быстрому. Она вот у меня в маленький кармашек в джинсах, который вот здесь вот, ну, справа. Внутри кармана есть еще маленькие кармашки, я ее вот там храню. Ее очень легко потерять, хотя я уже вышел из того возраста, чтобы терять флешки. Но, тем не менее, вот в институте я их много в свое время терял. И вот эту сложнее в 100 раз потерять, потому что, блин, она реально тяжеленькая и классная. Давайте посмотрим бенчмарки, как вообще там, что вы, как она выглядит вообще на компьютере, какие результаты выдает. И потом какое-то финальное слово я тоже обязательно скажу. Так, ну давайте посмотрим. Наверное, стоит упомянуть, что коль скоро мы разговариваем о флешке, которая поддерживает стандарт USB 3.1, то для достижения максимальной скорости нужно воткнуть флешку именно в разъем USB 3.1. У меня такое есть на материнской плате, поэтому я воткнул. Вот она определилась, как устройство с номером G, с буквой G. Обратите внимание, флешка отформатирована в файловой системе XFAT. Я люблю эту файловую систему, несмотря на то, что она не поддерживается на некоторых телевизорах. У меня вот, например, старый телевизор и старый Blu-ray проигрыватель. Там и там, и там есть USB порты. Если вдруг вы купили какую-то флешку, и они там не определяются, во-первых, схема разделов должна быть MBR, а не GPT. Это вот, ну, я про свои старые телевизоры флешку говорю. А во-вторых, файловая система, либо NTFS, либо FAT32, XFAT не определяется. Также она на Windows XP не определяется. Может быть, на старых macOS тоже. Вот. Вставлено в порт USB 3.1. Давайте поставим размер файла. Не 50 мегабайт, а 1 гигабайт, чтобы как-то, ну, поинтереснее скорости были. На 50 мегабайтах могут скорости быть чуть-чуть ниже, потому что файл будет заканчиваться быстрее, чем успеет набраться полная скорость. Давайте как-то... Я попробую даже засечь время, сколько будет выполняться этот тест. Вот. По-тих хренов. Зачем это? Ну, я просто это попробую сделать. Вот. И потом уже сюда тоже подмонтируем. Жму All. Посмотрим, какие скорости он покажет. Ну вот, подошел тест к концу. Цифры, какие мы имеем. При последовательном чтении до 300 мегабайт в секунду, действительно, как и было заявлено, 295 здесь и 300 здесь. Запись 70, что, в общем, тоже очень и очень неплохо. Вот. Поэтому так и есть. Я, кстати говоря, за кадром замерял на порте, на порту, как правильно. Короче говоря, вставлял в порт материнской платы, которая не USB 3.1 и USB 3.0. Скорость была 280. То есть, в общем и в целом, стандарт USB 3.1, конечно, флешка поддерживает, но USB 3.0 стандарта более чем достаточно для того, чтобы раскрыть потенциал конкретно этой флешки. Я видел флешки USB 3.1 со скоростью до 450 мегабайт в секунду. Вот там, я думаю, уже USB 3.0 будет недостаточно. Вот. Но, тем не менее, да. Давайте попробуем как-то перенести какие-то живые файлы и реально засечем, за сколько они перенесутся. Потому что синтетические тесты с синтетическими тестами, а когда переносятся живые файлы, это как-то поинтереснее выглядит. Давайте я сейчас что-нибудь найду. У меня здесь есть несколько серий теорий большого взрыва на 5 гигабайт размером. Не ахти какое количество, но тем не менее. Открываем флешку, копируем на нее. Смотрим. Скорость просела до 50 где-то мегабайт в секунду. И я думаю, где-то в этом пределе она и будет колебаться до самого конца. Примерно 2 минуты переносится 5 гигабайт. Я не знаю, на самом деле, насколько это достойный результат. Точнее, я знаю, что в общем он вполне себе достойный. Но если мы говорим... Вот, кстати, скорость чуть-чуть пошла вверх. Ну-ка, я пробую пальцем. Сама флешка... Ну, она прям тепленькая. Не то, чтобы я не могу держать палец. Палец я держать, конечно, могу. Вот. Но флешка тепленькая. То есть она действительно нагревается. До 50 мегабайт в секунду стабильная скорость записи. Забегая вперед, скажи. Я потом скачаю обратно к себе на диск C и посмотрим. В общем, у меня диск C очень хорошая быстрая SSD, поэтому ее скорость записи никак не будет ограничивать нашу скорость чтения. Поэтому посмотрим, сколько будет скорость в обратную сторону. А пока... Ну да. 2 минуты скачивается 5 гигабайт. То есть полностью заполнить флешку это будет примерно... 40 минут это 100 гигов. И еще примерно 16... Ну почти час. Почти час будет заполняться полностью эта флешка. Если говорить о каких-то съемных жестких дисках или съемных SSD-шках, то, разумеется, цифры будут более впечатляющими. Но я об этом скажу в завершающей части этого обзора, когда я опять буду смотреть вам в глаза на фоне своей стены. И там, да, там я скажу о том, какие еще варианты, в принципе, могут подойти для подобных целей. Давайте теперь обратно скачиваем на диск C. Но здесь скорость поначалу была какая-то дикая, типа гигабайта в секунду. Потом она просела до 9 мегабайт в секунду. Кстати, я не очень понимаю, перегрелся, что ли? Вот опять уже 600 мегабайт в секунду. Ну и вы видите, что... В общем, в целом... Я думаю, что для более равномерного замера по скорости чтения нужно один какой-то большой файл, гигабайт на 50, типа, опять же, какой-нибудь Blu-ray Remux. Вот, ну, я думаю, невооруженным глазом было видно, что чтение случилось действительно в 6... Даже не в 6, я думаю, даже еще быстрее оно произошло, чем за 300 мегабайт в секунду. Просто залетело на глазах. Вот, это круто. Вот это действительно очень неплохой результат для флешки. Вот. Причем она даже не взорвалась. Она даже... Все такая же тепленькая. Металлический корпус нужен ведь еще и для того, чтобы являться радиатором и хорошо отводить тепло. Поэтому получилось круто. Давайте как-то я подумаю и подведу этот итог вместе с вами. Так, ну, мы все сами видели и на бенчмарках, и на живых видосах. Напомню, как выглядит наша флешка. У нее уже здесь, обратите внимание, сшоркана вот эта вот девственная краска на самом вот этом коннекторе. Вот. И я упомянул в самом обзоре, что результаты вполне неплохие для флешек. То есть, реально, 300 мегабайт в секунду с чтения, как и было заявлено, и 50-60 запись. Конечно же, если мы используем реально какие-то SSD-шки в кейсах, ну, вот, например, у меня здесь есть старовский кейс, в котором VD-блюшная SSD-шка на 250 гигов. Она, конечно, работает быстрее. То есть, у нее по 500 туда-сюда. Честные 500 туда-сюда. Их тоже надо втыкать в USB 3.1 порт, чтобы полностью раскрыть скорость. Кстати говоря, здесь кейс USB Type B Micro. Здесь вот такой вот кабель. Он достаточно слабый. Вот. Ну, он вот так выглядит. То есть, с одной стороны USB Type B Micro, с другой USB Type A. Мне не нравится B Micro. Он какой-то тоненький, слабенький. Я предпочитаю вот такие кейсы. Это тоже, по-моему, это тоже H-Star-овский кейс. Вот. У него, вот. У него USB Type A с обеих сторон. Вот так выглядит кабель. Ну, вы примерно понимаете, как он выглядит. Вот. У меня здесь, конечно, не SSD-шка. У меня здесь обычный жесткий диск. Просто он чуть-чуть побольше, по-моему. Не помню. Это даже здесь не SATA 3. Здесь SATA 2 жесткий диск. Он просто 500 гигов. И это так. Это на самый крайний случай. Я вот эти штуки называю потаскунчиками, потому что они нужны для того, чтобы по-быстрому что-то куда-то перенести. Вот. И нужно побольше и побыстрее. Но, опять же, в телевизор втыкать такой жесткий диск или SSD-шку, ее как-то подвешивать там сзади на кронштейн, как-то класть. Это, короче говоря, тот еще колхоз. Поэтому я считаю, что вот такие большие флешки и быстрые это наиболее оптимальный вариант. Тем более, вот такая флешка мне обошлась в 2 300. 2 300 рублей. Вот. А такая SSD-шка вместе с кейсом будет, наверное, тысячи четыре, четыре с половиной стоить. Вот. Но она, конечно, в два раза больше по объему. В принципе, то на то и выходит. Но здесь вопрос просто удобства, форм-фактора и так далее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить выход новых таких роликов. и погнали в комментарии, чтобы быстрее обменяться мнениями. Нужны вообще флешки в 2019-м? Уже, наверное, почти в 2019-м, в 2020-м годах? Или уже вообще все должно быть по облаку? Кстати говоря, если мы говорим об эксплуатации того самого телевизора у моего отца, то у него там очень хороший Asus-овский роутер, который двухдиапазонный, там туда-сюда, AC Wi-Fi, вот. Wi-Fi все равно работает мало стабильно, поэтому я тут телевизор воткнул напрямую интернетом по проводу просто для стабильности. И Apple TV у него там стоит тоже напрямую в интернетом воткнут в интернет, в этот же роутер. Потому что в любом случае по проводу оно как бы стабильнее. Поэтому да, Wi-Fi, да, все по воздуху, да, красиво, классно, но старые добрые вот такие железные технологии, тем более, когда речь идет о битрейте в 50 мегабит в секунду, это, блин, не маленький битрейт, это дохрена, а именно столько и получается, что вот у видео с GoPro, что у хороших блюрейных фильмов, поэтому лучше что-то более надежное, поэтому да, если вам понравился обзор, вы знаете, что сделать, если нет, тоже знаете, надо обязательно насрать в комментариях и поставить дизлайк, это обязательно. Увидимся уже в следующих роликах и пока.